А в Усть-Каменогорске возложили цветы к памятнику первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагомбетова. Он внес неоценимый вклад в развитие и становление вооруженных сил страны, отмечают историки. В регионе в эти дни поздравляют всех, кто стоял на страже Родины и не только в военное время. Подробности у Анны Лисимбердиной. В этом году в стране будут отмечать 100-летие со дня рождения Сагадата Нурмагомбетова. Ветеран Великой Отечественной получил звание Героя Советского Союза в боях за Польшу. Стал не только первым министром обороны суверенного Казахстана, но и первым обладателем звания Халак Хахармана. Теперь уже его именем назван орден Айбен первой степени. Восточноказахстанцы считают генерала человеком-легендой. Поэтому в День защитника Отечества именно у его памятника собрались жители Усть-Каменогорска. Я склоняю голову перед ним. Встречался с ним лично. Целую неделю были в Алматы по его приглашению. Мой отец погиб в Великой Отечественной в Украине. И нас пригласили как наследников победы. Он очень грамотный, воспитанный, уважаемый в народе человек. И настоящий пример для подрастающего поколения. Военнослужащий Ислам Эрнст отмечает, что захотел попасть в армию после того, как больше узнал о генерале Нурмагамбетове. Нечего бояться армии. Надо отслужить каждое. Граждане Республики Казахстан должны отслужить армии. Отдать долг своей родине. Всю свою жизнь отдал армии и труженик тыла Иван Федорович Гагарин. Дослужился до подполковника. Старался быть полезным своей родине. Причем с самого детства. Трудился в тылу с 8 лет, чтобы обеспечить тех, кто на передовой, продуктами питания. И заработать на пропитание себе. Ну все работали, все. Другой жизни не было. Пока светло, работали. Никто ничего. А что, кушать? Почему работали? Ходили с удовольствием, ходили на работу. Потому что дома-то есть-то нечего. А там давали. Навыки справляться с любыми сложностями потом пригодились в армии. Иван Федорович был на севере, в тайге. Служил в разных республиках Советского Союза. А на пенсию вышел уже в родном из Каменогорска. Национальные гвардии своего ветерана не забывают. И каждый год поздравляют с двойным праздником. Днем защитника Отечества и Днем Победы. Так в регионе чесят заслуги фронтовиков и тружеников тыла. Анна Лисенберг, Нечерево-Баканов, Усть-Каменогорск, 24 Гизет.